ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Аварии с летальным исходом происходят на дорогах Кировской области практически ежедневно. По данным ГИБДД, на 26 января с начала года в ДТП у нас погибли 17 человек, что выше уровня прошлого года на 13%. Среди основных причин, приводящих к катастрофам, выезд на полосу встречного движения и неправильно выбранная водителями скорость. За весь прошлый год, информирует госавтоинспекция, в результате ДТП в нашем регионе погиб 131 человек. Более двух тысяч получили травмы. Число зафиксированных нарушений ПДД достигло почти 400 тысяч. Более половины – это превышение скорости. ТРАССА СТО ОДИН Правила дорожного движения чаще всего нарушают водители в возрасте от 26 до 35 лет. Это данные Московской госавтоинспекции. На втором месте возрастная категория старше 45 лет, на третьем – от 36 до 45. Лидерство в среднем 30-летних автоинспекторы объясняют их чрезмерной уверенностью в себе, что нередко выходит им боком. Кроме того, дорожные полицейские развенчали миф о том, что чем меньше водительский стаж, тем больше нарушений. Все как раз наоборот. Основные лихачи – это те, кто находится за рулем больше 20 лет. ТРАССА СТО ОДИН Еще один российский регион примкнул к субъектам, где отсутствует транспортный налог для электромобилей. Речь идет о Саратовской области. Нововведение пока будет действовать временно, до 2025 года. Ранее аналогичные решения приняли, к примеру, законодательные органы Москвы и Петербурга. В прошлом году, добавлю, правительство страны рекомендовало региональным властям начать думать о мерах, которые поспособствуют развитию зеленого транспорта. ТРАССА СТО ОДИН В Россию зашла еще одна китайская автомобильная марка – Вольтмайстер. Специализируется она на выпуске электромобилей. Для заказа доступны два кроссовера на электрической тяге – и X5Z и W6. Оба они оснащаются силовыми агрегатами мощностью 218 лошадиных сил. Однако второй имеет чуть большие размеры и больший запас хода свыше 600 километров. Что касается стоимости новинок, то для многих из нас она является, конечно, неподъемной – почти 4 миллиона и почти 5 миллионов рублей. ТРАССА СТО ОДИН 190 лет лишения водительского удостоверения. Шутка? Нет. Таким достижением может похвастаться 33-летний житель Львова по имени Анатолий. За пьяную езду – впрочем, речь там идет и об употреблении допинга посерьезней – его останавливали несколько десятков раз. Много дней украинец провел под арестом, но ему все нипочем. Кроме того, нарушителя обязали выплатить крупный штраф. В рублевом эквиваленте – это 400 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН СТО ОДИН